всем привет дорогие друзья подписчики с вами сегодня слава госпарович и добро пожаловать на мой канал дом творчества дочка уже давно просила рюкзак летом чтобы гулять по парку кататься на велосипеде вот и пришло время и мы будем шить рюкзак а шить мы его будем своими руками и из старых джинсов может быть многие спросят а можно без другой ткани конечно можно выбирайте любую ткань берите выкройку под видео и приступаем для работы нам понадобится одна деталь передней части рюкзака и одна деталь задней части рюкзака к этим деталям мы будем использовать подкладку синтепон дальше две детали боковой части рюкзака также синтепон и подкладочка используется к ним это будет крышка нашего рюкзака мы ее обязательно продублируем поэтому возьмем и выкроем еще флизелин и также подкладочку донышко рюкзака она будет мягкая мы для этого возьмем синтепончик продублируем наше донышко и подкладку выкроем карманчик накладной карман с клапаном выкраиваем из подкладки и также дублируем резинчиком также мы будем делать лямку через плечо для этого нам понадобится тропа длиною метр шнур благодаря которому мы будем затягивать наш рюкзак карабинчики фиксаторы и наконечники так приступаем все детали мы продублировали делаем лямку возьмем выкройку детали лямки складываем ее пополам и стачиваем после чего выворачиваем вывернув деталь мы один край согнем во внутрь и вы видите это на экране и будем вставлять нашу стропу предварительно стропу нужно опалить чтобы ниточки наши не повысыпались и прокладываем отделочную строчку сразу по лямке и захватывая стропу и отлично наша лямка готова и как видите я еще провожила строчку отделочную видео крестиком значит теперь берем на нашу лям заднюю часть рюкзака я ее соединилась и типоном сразу и прикладываем лямочки от края пять с половиной сантиметра теперь нам нужно их решить пришиваем крепко чтобы ляточки наши не не порвались вот кстати вы видите игольницу я ее делала на новых мастер-класс если вы хотите себе такую проходите по ссылочке вы ее сейчас видите делайте такой же и не забывайте делиться своими работами с нами в комментариях или в нашей группе вконтакте и сейчас нам еще нужно сделать ручку для нашего рюкзака точно также мы берем деталь складываем ее лицом к лицу и стачиваем стачали проложили одевочные строчки все так же как и мы делали когда шили лямку закалываем ее где-то к задней части нашего рюкзака и пришиваем теперь мы делаем лямку внизу нашего рюкзака на котором будет держаться карабинчик для этого отрезаем кусок стропу с сантиметром 12 просовываем в карабинчик складываем пополам и пришиваем к рюкзачку я положила нашу стропу с карабинчиком чуть-чуть по диагонали в боковом среде нашего рюкзака и пришиваем уголочки мы лишние подрезали припуски наши и подпаливаем концы к нашей лямочке чтобы она не отпыкалась и заправляем другой конец лямки наши карабинчики чтобы наши лямочки не мешали нам при шитье мы их возьмем закрепим на задней части нашего рюкзака так они точно не попадут нам в шов отлично теперь мы можем смело шить дальше наш рюкзак на следующее с чего мы начнем это крышка нашего рюкзака и чтобы она закрывалась и держалась мы возьмем липучку и пришьем ее можно конечно использовать и кнопочки если у вас есть все зависит от вашей фантазии эти чтоб определить место где будет находиться наша липучка мы подкладку складываем пополам и находим место для нашей липучки после чего мы ее пришиваем когда липучка наша пришита мы теперь можем обработать нашу крышку для этого складываем две детали лицом к лицу и обтачиваем нашу крышку подкладкой крышки шириной шва 5-7 миллиметров и делаем конечно же на отсечке чтобы наши края были красивые и изогнутые той формы которую мы сразу с вами вычертили выворачиваем на чтобы наши края были ровные как я говорила да мы приутюживаем а можно взять и заметать наш край откладываем крышку и начинаем делать накладной карман откладываем лицом лицу подкладку и карман и оттачиваем наш карман накладной подкладкой оставьте небольшое отверстие чтобы мы его могли вывернуть отначали убираем лишние припуски подрезаем уголки нам не нужна лишняя толщина ткани и выворачиваем наглядно я вам покажу как заметывать край нашего кармана может кому-то это пригодится и прокладываем отделочную строчку строчку прокладываем потому краю где у нас было отверстие а наш карманчик будет закрываться на кнопку поэтому для этого мы возьмем и наметим место где будет стоять наша кнопка вы можете взять если у вас специальное приспособление его я кстати купила на алиэкспрессе совсем недорого и удобно этим пользоваться кнопку можно поставить и без специального такого приспособления как это сделать я вам сейчас показывать не буду это можно найти в интернете и делать кнопочка у нас стоит но мы продолжаем откладываем и берем переднюю часть нашего рюкзака на нем мы будем ставить на нашу часть блочки они нам нужны для того чтобы просунуть туда наш шнур мы возьмем крышку нашего рюкзака и нам нужно наметить где мы будем располагать нашу вторую липучку и пришиваем ее ну и чтобы начать собирать наш таризан нам осталось сделать накладной карман значит берем нашу часть накладного кармашка и совмещаем его по нашим намеченным линиям закалываем булавочки и будем настрачивать но перед тем как насточить карман на деталь переда у меня появилась идея по краям нашего кармана настрачить отделочную тесьму это я придумала очень поздно когда наш накладной карман был готов поэтому срезы наши тесьмы мы будем подгибать туда в карманчик хотя правильнее было бы сделать срез нашего кармана ставить нашу тесьму и прокладываем отделочную строчку по тесьме этой же строчкой мы настрачим карман на переднюю часть нашего рюкзака такую же тесьму мы будем настрачивать и на нашу крышку настрачиваем да уж не легко было настрочить тесьму на карман и на крышку чтобы получилось все ровно но мы с этим наш карман почти уже готовы теперь мы возьмем клапан и нам нужно его обключать под укладку клапана только варианты есть обработки данного клапана и назначивания его на металл перед берем наш клапан обтачиваем клапан укладкой клапана шлина шва 5 миллиметров делаем насечки заполним данное закрепление завыворачиваем заметываем прокладываем отделочную строчку и теперь нам нужно наметить линию по которой мы будем настрачивать наш карман откладываем два сантиметра от края и совмещаем линию настрачивания нашего клапана наперед с той линии которую мы навязали все настрачиваем 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 ох уж это слово делали закрепочки не забываем в начале и в конце нашей строчки и отворачиваем как когда мы его отвернули можем опять же заколоть булавочками и прокладываем отделочную крючку все карман нож готов поздравляем наши первые строчки не видно так как мы ее закрыли отделочной строчкой но и последним этапом нашего кармана еще осталась кнопочка нам ее нужно поставить для этого намечаем и ставим кнопку на этом я свой мастер-класс закончу не буду вас сильно утомлять да и видео сильно длинное чтоб не получилось мы сделали полностью собрали заднюю часть нашего рюкзака переднюю часть рюкзака в следующем мастер-классе я покажу вам как зашить наш рюкзак всем до новой встречи с вами была Светлана Гаспорович и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео всем пока пока